Библейский портал экзегет.ру представляет И первые две главы его речи, 32-33, это скорее общая истина, в 34-й он все-таки обращает внимание на личность Иова. Конечно, личность ему не очень интересна, но надо все-таки обратить внимание на того, с кем он спорит. И спорит ему, он даже не с Иовом, а он вообще как бы со всеми спорит. И так продолжал Олегу, слушайте меня, мудрецы, сведущие, внемлите мне, ибо ухо распознает слова, как небо вкус пищи. Сделаем же справедливый выбор, решим между собой, что есть благо. То есть, это общая такая заявка на всемирную историческую правоту. А Иов тут просто повод ее высказать. Вот в чем проблема с Олегой, еще раз, он на Иова не обращает внимания. Иов сказал так, я прав, а Бог отказал мне в правосудии. Хоть и прав я, причтен, он глузит сам, без вины неизлечим и ранен. Да, он точно передает основную суть претензий Иова. Друзья, кстати, этого не делают. Друзья его уговаривают, они как бы не слышат того, что им важно. Вот два подхода к спору. Друзья, они спорят с личностью, но не слушают ее, этой личности, позиции. Вот они все свое-своё. Когда нам человек дорог, мы часто не обращаем внимания на него. Вот это все ерунда, то, что ты говоришь, сейчас я тебе объясню, как хорошо жить. Как бабушка, которая внуку шапку надевает, да, вот лишь бы уши не отморозил. Ну, и не слушает его, что он там ей говорит, что это уродская шапка, он не хочет ее носить. А Эрегу – это человек такой вот мозговой, да, он интеллектуально очень продвинут, и ему как раз безразличен человек. Он вот идею выхватывает, начинает с ней спорить. Но человека надо отбросить. Вот очень часто в спорах люди как-то они вот неизводят своего оппонента или того, кто говорит неудобные им мысли. Вот отбрасывают его. Фу, это неправильный человек. Это, знаете, он там либерал, или он там, знаете, он ретроград, или он там, не знаю, предатель родины, или он там шовинист, или он там, не знаю, куминист, или он там мракобес. Вот наклеишь ярлык, вроде неважно, что он сказал. Итак, если подобно Иову человек, говорит он кощунству, что воду пьет, с разбойниками он заодно на пути злодеев идет. Откуда он это взял? Вот набор стандартных шаблонных обвинений. Ведь он сказал, что пользуясь человеку, если Богу он угоден. Да, он это сказал. Но смотрите, какая огромная дистанция между выпиющим, вот таким криком Иова, человек угоден Богу, но страдает, зачем же эта угодность? И обвинение говорит он кощунству, что воду пьет, с разбойниками он заодно. То есть, Элегу делает вывод, который Иов не делал. Значит, надо быть с разбойниками. Значит, хорошо поступать, никакого смысла нет. Иов этого даже близко не говорил. Такой вывод можно сделать из слов человека, но он его не делает. И домысливать выводы – очень нечестная позиция, но очень характерная для пламенных неофитов. А потому слушайте, кто имеет разум. Бог преступлением не причастен, всесильный чужд злодействий. Кто бы спорил. Воздаст он людям по делам, их каждый получает по заслугам. Воистину, Бог не творит зла, правосудие не извращает всесильным. Набор общих фраз, которые не отвечают, к сожалению, на конкретную проблему Иова. Ну и общие фразы продолжаются. Кто поставил его править землей? Кто весь мир ему передал? Если бы он сердце свое закрыл, свой дух, свое дыхание вобрал в себя, погибла бы всякая жизнь, и человек вернулся во прах. Смотрите, по сути дела, ответ один – Бог велик, Бог велик, Бог велик. Ну и Иов и его друзья с этим абсолютно согласны. А что из этого следует? Вот как он будет выкручиваться, Элегута? Вот как он эту абстрактную истину применит к случаю Иова? Если есть у тебя разум, слушай, внимай моим речам. Вот это все время его такой навязчивый «я тебе сейчас скажу, я тут умный, я тут правильно говорю». Когда не хватает внутренней уверенности, мы очень часто внешне включаем вот такие свои предъявляем удостоверения умного, праведного, грамотного человека. Разве может править враг справедливости, праведного и могучего? А судишь ли? Говорят ли царю негодяи, нечестивцами зовут ли вельмож? Вот смотрите, как он передергивает буквально на глазах. Если кто правит, тот и прав. А царю не скажешь негодяй. Хотя бывают цари-негодяи. В Библии мы видим много примеров. Другое дело, что сказать, значит, нарваться на неприятности. Так что же, Бог подобен этим царям-негодяям, которые заставляют всех молчать путем насилия, казни. И Элегуэта хочет сказать, что Бог на самом деле злодей, но просто мы не хотим ему об этом говорить, чтобы он нас не наказал. Ничего себе благочестие. Он, конечно, тоже этого не имеет в виду. Вот я с Элегу спорю, как он спорит с Иовом. Я домышляю за него. Он этого точно не говорил и вряд ли имел в виду. Но получается, что вот вбрасывая аргументы, он не очень их выстраивает. Он говорит, Бог велик, отлично. С царем не надо спорить, потому что царь накажет. Но это уже совсем другое. Потому что велик ли Бог спора нет, а у Иова есть спор благ ли Бог. Если он не награждает за преданность и он не карает нечестие, то при всем его величии. А что это за Бог? Вот Элегу старательно пляшет вокруг этого вопроса, его не касаясь. Но он не угождает правителям, не предпочитает знатного бедному, ибо все они творения его рук. Умирают они мгновенно, ночью. Среди потрясений уходят народы. Гибнет сильно, никем не свергнут. Да, это мы видим, конечно. СССР распался вот на моих глазах. Я прекрасно помню, как могучая в моем детстве страна вдруг исчезла в моей юности. Да, как будто ее не было. И много таких примеров. Ну и что, а разве это ответ на вопрос о справедливости? Бог следит за стезями человека и все шаги его видит. Нет такой тьмы и мрака, где злодеи бы смогли укрыться. Ибо не назначен человеку срок, когда явится он к Богу на суд. Тут и оригинал немножко неясен, но, скорее всего, смысл примерно такой. Ну и вот отсылка к такой таинственности Божьего суда, что никто заранее не знает. Ну да, не знают. Но и что? Бог сокрушает могучих без расспросов, и других на их место ставит. Ибо все дела их он знает, и в одну ночь все сметет и разрушит. Как преступников покарает их у всех на виду за то, что с пути его свернули. А в стезях его и не думали. Так что достиг его вопль бедняков, и он услышал вопль угнетенных. Ну, набор общих слов. Общих слов Бог велик, не надо с ним спорить. Он знатного и бедного одинаково может убить. Он всех поставит на свое место. Набор общих слов. Даже не прокомментировать. Но если он хранит молчание, кто осудит? Если скроет он свой лиг, кто его увидит? Так бывает и с народом, и с человеком, чтобы преступник не царил, расставляя ловушки на людей. То есть, а если Бог не творит справедливость в этом мире, все равно мы с этим ничего не можем поделать. И вот это бесконечное хождение вокруг аргумента Иова. Бог не награждает добродетель, не наказывает справедливость. Почему? Приводит нас, в общем-то, к подтверждению. Ну да, не награждает, не наказывает. Ну а о чем мы можем-то? Получается, Ильгу фактически соглашается с Иову. Хотя яро с ним спорит. Ну и дальше он повторяет аргумент друзей, что, дескать, надо покаяться, и все будет хорошо. Если только, не скажет он Богу, я наказан, впредь не буду грешить, научи меня тому, чего не вижу, если что дурное сделал, впредь не стану. Но если ты вину отрицаешь, какого ожидаешь воздаяния? Выбор за тобой, а не за мной, если что знаешь, поведай. Скажут неразумные люди, скажет мудрец, меня услышав. Иов говорит о том, чего не знает, безрассудны его слова. Пусть Иов сполна свое получит, за речи достойные злодеев. К греху он прибавляет непокорство, издевается над нами, бьет ладони и множит свои речи против Бога. Итак, Ильгу, который начал с того, что вы, друзья, не можете ничего такого возразить Иову, а Иов кочунствует, но сейчас я вам объясню. Проговорив кучу всего такого высокого и правильно, он возвращается сначала к аргументу Иова. Да, Бог наказывает и награждает, кого как захочет, имеет право, и ты ничего с этим не сделаешь. Иов ровно это и говорил, Пусть Иов жаловался на это, а Ильгу говорит, ну так и надо. А потом возвращается к аргументам друзей. Иов, ты на самом деле чем-то согрешил, давай ты покайся уже, и все будет у тебя хорошо. То есть получается, со всем этим своим молодым задором ничего нового-то он сказать по сути не может. А кроме того, что я, 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 вот я тут самый главный, и вы все дураки, один я знаю истину. С неофитами так бывает. Ну, что-то я его очень обижаю Ильгу, пожалуй, так бывает не только с неофитами. Давайте потом прочитаем 35-ю главу, в ней он, может быть, что-то более интересное скажет. Продолжение следует...